Ты купил грипсы, и они все такие новенькие, свеженькие, красивенькие, просто пушка, но оказались слишком тяжелые. Тяжелые? Ярослав, ты дебил! Седьмым лайфхаком лайфхакил! Всем привет! Сегодня расскажу тебе лайфхаки, которые помогут сохранить твои нервы, и также сделают твое хобби, я имею ввиду катку, попроще. Все мы сталкивались с какими-то проблемными моментами в самокатинге, начиная от натягивания грипс и заканчивая отбитыми пятками. И не говори, что такого не было. Эх, если бы 6 лет назад кто-то записал такое видео и показал мне, моя жизнь была бы куда проще. Сколько согнутых осей, сломанных колес и миллионы часов проведенных в попытках сделать самокат менее шумным. Тяжко было. Но теперь для этого у вас есть я, так что погнали. Итак, начнем с грипс. Все самокатеры сталкивались с процессом натягивания грипс на руль, ну может еще куда-то, я не знаю. И все испытывали это классное, непередаваемое чувство, когда ты настолько сильно пытаешься натянуть ее уже на руль, что он тебе просто в руках рвется. Так вот, умные люди изощрились и придумали кучу вариантов, как сделать этот процесс проще. И с помощью лака, и с помощью мыла, и даже с помощью воздуха. Ставь лайк, если я не знал, что грипсу с помощью воздуха можно бить. Но моим фаворитом является вариант с использованием пластиковых хомутов. Суть метода заключается в том, что нужно засунуть 4 хомута в грипсу и расположить их... Что, война началась? Суть метода заключается в том, что нужно засунуть 4 хомута в грипсу и расположить их друг напротив друга, вот так. И затем всю эту конструкцию на руль надеть. За счет того, что хомуты пластиковые, это все легко залезет и все само растянется. После того, как грипс встал на свое место, просто берешь хомуты и вытягиваешь их. И все. Второй лайфхак связан с колесами, точнее с геликом. Часто бывает такое, что гелик на колесах просто отламывается кусочками, как крошится. И если бы у нас все зарабатывали по 10 тысяч долларов в месяц, то, конечно, их можно было бы выкинуть и купить новые прото. Но так как мы живем там, где мы живем, этот лайфхак полезен. Значит, берем колесо, берем клей-момент или же резиновый клей. Проклеиваем этот огрызок, который отпадает или уже отпал. Клеим его обратно к колесу и ждем. И вуаля. Колесо практически целое. Не могу сказать, что этот лайфхак на 100% вашу проблему решит, но процентов на 70% решит. Ну а конечно, если ты внук миллионера... У меня дача на рубле, мне поебать. ...то просто их выкидываешь и покупаешь себе новые прото. Третий лайфхак как никогда полезен для наших райдеров, для нашей страны в целом. Вот ты думаешь, дропа на самокате для чего придумали? Почему они именно вот такой вот формы, какой они есть? Короче, рассказываю. Берешь бутылочку колы, которую надо открыть. Засовываешь туда щелк и все открыто. Ну а так как бутылочка открыта, то на нее можно и присеять. Если что, этот лайфхак работает и с пивом. Только мы на этом канале пиво не пьем, к сожалению. Лайфхак номер 4. Часто бывает, что оси на самокате снапаются или гнутся. А все почему? Потому что Украина страна чудес. Чтоб такого не происходило и не было никаких проблемных ситуаций во время катки, просто покупайте каленые болты. А не черные. И это намного прочнее, чем обычные. Пятый лайфхак. Ты купил грипсы и они все такие новенькие, свеженькие, красивенькие, но оказались слишком жесткие? Это не проблема. Есть решение. Просто свари их. И съешь. Но если серьезно, просто подержи в кипятке минут 10. Или же кипятком залей из чайника, как ты дошек запариваешь. Вот примерно так же. После того, как ты их достанешь, отвечаю, они будут просто мягенькие, как полка младенца. А после того, как они остынут, пользуйся моим первым лайфхаком. Не благодари. Шестой лайфхак. Сейчас мы будем говорить о твоем здоровье. А точнее о здоровье твоих каток. Ты же их совсем не бережешь. Катаешься в однослойных стельках, без подкладок, прокладок и прочего. Надо бы уделить этому время и обезопасить себя. Лайфхак заключается в том, что ты поверх своей стельки кладешь еще одну. Можешь обычную, можешь специальную. Ее можно на Алике купить. Ну или у нас на рынках, где угодно. Если ты послушаешь меня и воспользуешься этим лайфхаком, ты можешь хоть с подъезда дропать. И ты вообще ничего не почувствуешь. Седьмым лайфхаком мы решим проблему раскручивания систем, таких как ХИК, СКС и прочих. Не раз со мной было такое, что во время катания начинал люфтить руль. Мне приходилось раскручивать систему, затягивать ее. И вот чтобы избежать этого ненужного геморроя, просто купи резьбовой клей. Промашем болты системы. Закрути и забудь, что такое люфт. Этот клей образует резиновую прослойку, что и будет способствовать тому, чтобы болты не раскручивали систему. Также этот клей можно использовать для закручивания осей, ну или же сразу покупать прорезиненные гайки. И забыть навсегда, что такое потручивать самокат каждые полчаса. Лайфхак номер 8. Как мне кажется, об этой детали мало кто знает. Я сейчас говорю об экстендерах. Выглядят они вот так. Они позволяют сделать твой руль шире, если нужно. Я катался экстендерами на своем ВХ4 руле. И я тогда выглядел как водитель троллейбуса. Вот серьезно. У меня был нереально широкий руль. Девятый лайфхак также обезопасит тебя от серьезных травм. А если быть конкретней, то все твои внутренние органы останутся внутри. Как бы странно это ни звучало. Я имею ввиду ремни на штанах. Если ты катаешься с ремнем, на котором есть бляшка, то немедленно снимай. Ну не штаны, а ремень. Потому что одно падение на живот, и ты моментально окрасишь весь флайбокс в красный цвет. Вместо ремня используй обычный шнурок. Он ничем не уступает ремню, он так же само будет держать твои штаны и органы внутри. Какой-то жуткий лайфхак получился, я не планировал так. Что это так шумит? А, это твои подшипники? Понятно. Короче, смотри. Если подшипник шумит, значит он не плотно прилегает к колесу. Тут на помощь придет изолента. Желательно серая изолента. Просто берешь тоненькую полосочку, вырезаешь. Вокруг подшипника два слоя или один. Обратно в колесо. Ни шума, ни люфта. Идеально. У каждого из нас есть сарапины на руле вот в этом месте. И чтобы этого избежать, на помощь приходит что? Правильно. Шнурок. Просто обматываешь руль, так чтобы это место не касалось земли. И все. Это поможет сохранить тебе руль в идеальном состоянии для возможной и дальнейшей продажи. А если ты сейчас такой сидишь и думаешь, фу, что это за херня, а мотать шнурок на руль? Этим скутер Брэд пользуется и нормально. Универсальное средство шнурок. Лайфхак номер 12. DIY грипсы. Звучит страшно, но на самом деле не так страшно, как звучит. Чего, блядь? Есть такая штука, как обмотка для рулей. Или же для теннисных ракеток. Она достаточно мягкая и приятная руке. И что самое интересное, есть возможность подобрать жесткость под себя. А это звучит уже профессионально. Клаудиус Вертеси пользуется таким приколом и ему вроде бы нормально. Я еще не пробовал, как попробую, скажу, запишу видео и все объясню. Тринадцатый ракеток. Пеги из подшипников. Что? Что? Бюджетный вариант пег, чтобы понять, нужны они тебе в дальнейшем или нет. Стоит тратить деньги на них или нет. Все просто. Ты просто берешь ось под длинней, вставляешь колесо и сбоку напихиваешь подшипников сколько тебе надо, затягиваешь гайкой. Пеги готовы. Согласен, согласен. Вариант бомжатский. Но тем не менее лайфхак. Поэтому можно взять на заметку. Предпоследний лайфхак довольно-таки странный. Хотя что может быть страннее, чем варить грипсы. В спортивных магазинах продаются утяжелители для ног. Ну это для спортивных упражнений и для всего прочего. Так вот, если их купить, нацепить на ноги и катать с ними, сначала будет тяжело. Но покатавшись с ними какое-то время, привыкнув к этому весу, ты их снимешь и будешь чувствовать просто нереальную легкость. И прогресс просто в два раза улетит. Отвечаю. Ну и заключительный лайфхак на сегодня, хотя это даже больше совет от меня, чем лайфхак. Следи за своим самокатом. Прислушивайся к нему. Слышишь, что какая-то деталь требует внимания. Ну так выдели полчаса и реши проблему. И это поможет тебе сохранить самокат в хорошем состоянии намного дольше. Надеюсь, что хоть один из этих 15 лайфхаков тебе поможет. Или уже помог. Пиши, что думаешь по этому поводу в комментариях. И мне будет очень приятно, если ты подпишешься на мой канал. Так как я вкладываю силы, я стараюсь делать видосы интересными. И подписывайся на мой инстаграм. Ссылочка также будет в описании. Ну и давайте попробуем набрать 100 лайков под этим видео. И тогда выйдет вторая часть лайфхаков. Спасибо за просмотр. И всем удачи. Пока.